Когда-то я присутствовал на одних соревнованиях, где было разрешено в боксерских перчатках работать в партере и делать болевые. Для меня было немного непонятно, как в боксерских перчатках можно выйти, например, на армбар или что-то другое делать. Но в этих перчатках с таким захватом можно делать болевые. Хоп, нахилл, ты тянешь. Всем привет, друзья! Сегодня у меня перчатки Йокао. Это новинка и модель называется Винтаж. Поехали! FUA. Тот самый магазин для спорта. Как пишут сами Йокао, этой моделью бренд сделал дань уважения тайским боксерам и боксерам запада золотой эпохи. Ну что сказать? Молодцы! И по сути, эта модель переносит нас ту эпоху, когда боксерские перчатки не были похожи на современные боксерские перчатки, а были похожи на варежки, набитые конским волосом. И сегодня для сравнения я как раз таки и взял. Это СССР, так что будем примерно сравнивать. У меня уже на канале есть обзоры перчаток Йокао. Вы их можете посмотреть по ссылкам в описании, либо в аннотации. Так вот, по анатомии у меня претензий вообще не было. У меня были единственные претензии, это по толщине наполнителя. Теперь по самой форме. Перчатки Йокао Винтаж копируют ту самую раскрытость перчатки, как и в старых олдскульных. По сути, я просто могу пальцами разжать полностью перчатку. Вот так вот. Теперь я вам покажу наглядную разницу с современной формой перчаток. Как видите, у них кулак уже сжат. Если бы это были перчатки, как Топ Кинг, либо Ринг Сайт, я бы даже не смог их разжать. Пальцы я имею в виду. Здесь, ну, в принципе, еще так себе. Но вы не забывайте, что Йокао это тайский бренд, и эти перчатки больше ориентированы под Муай Тай. И, как мне кажется, в этих перчатках удобно хватать в клинчик. Но вы не забывайте еще один момент, что всегда в поединке у вас расслабленные кулаки. И когда вы бьете, только тогда они сжимаются. И здесь, в принципе, надо приложить чуть больше усилий и чуть больше времени, чтобы сжать и ударить. Если вы не вовремя сожмете, то получите травму. Благо, здесь большой палец пришит анатомически правильно, не так, как в старых перчатках. По наполнителю здесь без изменений. Пена средней жесткости, ее маловато. А вот внешний материал сделан из очень качественной натуральной кожи, которая реально не тонкая, она приятная на ощупь и не имеет специфического запаха. С вентиляцией здесь скуповато, 7 отверстий на ладони. Хотя, как в классике олдскула, тоже сеточек не было и есть 7 отверстий. Подкладка в тайских перчатках всегда хромает, и это болезнь всех тайских брендов. Сюда ставят самую простую. Материал не особо прочный и не особо впитывает много влаги. Даже старый брезент на старых перчатках сто раз лучше современной подкладки. Фиксация здесь также стандартная. На липучке, в один оборот, и с одной стороны основание липучки не вшито в шов. И есть вероятность того, что со временем она оторвется. Лучше бы она была спрятана в шов. Мне еще нравится этот резиновый патч. Я бы его себе срезал и на рюкзак прикрепил. Как я говорил ранее, на моем канале уже есть обзоры тайских перчаток. Но, как по мне, эти перчатки больше всего подходят для мой тай, потому что в них удобнее делать прихваты. Если вас заинтересовали эти перчатки, то ссылка на них будет в описании под этим видео. Если вам понравилось само видео, то поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И до новых встреч. FUA – тот самый магазин для спорта.